Здравствуйте, пожалуйста, я Саакадзе Георгий Владимирович, адвокат. Инвестиции в системе. Инвестиции в системе, да, в общем-то все эти риски, которые прошли по всем строителям, начиная с Треста, кончая, Балстроя и так далее, и так далее, но очень-то все, когда начинал я эту процедуру, прорабатывал, сейчас суды принимают решение, можно сказать, автоматически, и практически же процедура идет по всем строителям. Я хочу сразу сказать такую вещь, понимаете? Вот на мой взгляд, человек уже поживший, в общем-то, была с самого начала ванкюра, включая ванкюра со стороны нашей власти, местной Кенгисевской. Простая вещь, я просто, эти шесть организаций одновременно, питерских строителей, урезают в Кенгисевск. Понимаете? Всем дают разрешение наша Кенгисевская администрация. Разрешение на строительство. 12-13 год, 12-13 год. Все они, по-чеченскому, как и я в Садюке, фирмы, фирмы, Балстроя, три корпуса планируют. Ваш дом громадный, 9-этажный, 12-этажный, Ямбург-Сити, три корпуса, да, вы знаете. В принципе, справился с проблемой только Трестанер-3, просрочка небольшой, там полугодовой, но все же он сумел вести, ну, кто-то за заправочкой, да, остальные, и справился с проблемой вот то, что находится дом Карамас-39, фирма, видно, она солидная, фирма, они сдали дом нормально, стал бы срок не вручка. А дальше пошли, Балстроя, РАН и все остальное, солнечная сторона, идут продления, решения на работу строительства, и получается, что у всех проблемы. Ну, один в ваш дом портал вот уже категорные проблемы. На сегодняшний день, просто для информации, после той статьи в газете, где там хорьер плакал сарь, ну, он, конечно, очень сильно там недостоверную информацию дает, в частности, на сегодняшний день, я вчера специально готовился, про простили и выстрел, смотрел, что по искам и так далее. На сегодняшний день подано 3-4 иска всего, по этому дому просло 27 исков, из них, по-моему, 13 вступили в законную силу, но на сегодняшний день исполнительные листы получили только, в общем-то, пока висят, по моей информации, два, там, у приставов в этом отделе, в Грузинском районе, пока одно дело, там, на миллион триста, у кого-то из, ну, на вас не знаете, одно дело висит на отделке, на мой, я знаю, что двое еще отвезли иски вот на днях, исполнительные листы, ну, будет три дела. Пока вот такая стадия, то есть, я чувствую, вот эти иски, тем более, они пока, по-моему, там один только договорист был, прошлогодний иск, первый попадал в суд, без меня это было, но, вот, похоже, там деньги, например, не плачут, на эту сумму, вот. Все остальное пока никаким образом не повлияло на проблему треста, цена, Петроинвеста, подговорка о том, что вот разорили меня платчики, дольщики. А сколько выплачено было? Я говорю, что на сегодняшний день, по-моему, только по одному иску выплачено. Да все разорили-то, никто не... Я говорю, вот, то, что в статье, подождите, я расскажу до конца, давайте, то, что в статье, это много таких вещей, которые... На сегодняшний день, вот, 27 исков удовлетворено, да, из них не ступили в силу, ну, реально, ну, тысяч, допустим, не знаю, наверное, ну, пускай по 500, вот, да. Так где-то всего 13 миллионов, то есть, проблему это не решило. Они еще не взысканы, чем более. То есть, здесь проблема у самого Петроинвеста, который в свое время достаточно количество денег получил, но не спешил строить. И, сами понимаете, можно было строить, нанять сюда 100 человек привезти, а можно 5 человек копаться. Поэтому затянулось, материалы подорожали, но проблема очевидна. Крепляция, девальвация и все прочее. Все вроде как очевидно, но все же вина в этом Петроинвеста. Суды, суды, рассмотрены были несколько дел по искам Петроинвеста, где они просили в судебном порядке продлить действие договоров долевого участия. Суды отказали. Причин продлить. Они там ссылались на теплоэнерго, якобы там заставили переделывать систему теплоснабжения, закрытую, закрытую и так далее, которая работа занимает, специально консультировался. Неделя работы там, месяц совсем переделать, потому что не стоит 4 купить этих самых аккумуляторов. Суды, суды, я просто все причины их, которые они считали уважительными, просили, ну и по честь. Нет, давайте выслушаем. Нет, подождите. По ситуации, по ситуации на сегодняшний день, да. То есть проблема вся в нем. То есть очевидно, очевидно, те деньги, что были получены авансом от вас, а вы явились в какой-то степени, вы все являлись кредиторами Петроинвеста, вы дали ему денежки, он их использовал. Ну, выходит, что куда, я не знаю, на другие стройки, в карман, не знаю, может, на копейки, как он, говорит, не присвоил, да. Но пустил их на другие цели, не тогда, когда нужно было, соответственно, не смог достроить. Я уж не говорю про отделку, те квартиры, что с отделкой и так далее. Ну, вот то сразу предложение по поводу части, было, неизвестно было, предложение взять вместо отделки, кого интересует кусок там подвала. Ну, понимаете, кто хочет поинтересоваться, может интересовались, сходите в кадастровую палату, никогда, ни при какой ситуации, собственником части подвала не стать. Объект, собственником может быть объект недвижимости, части, часть подвали, никогда, скажем, не поставить, правосуществом не оформить, ни по какому договору. Но дело в том, что 8 помещений из подвала регистрационная палата же пропустила. Я не знаю, как это можно, я не палата пропустила, покажите мне этот договор, как могли оформить. Понимаете, во-первых, я просто объясняю вещь, чтобы что-то передать кому-то, необходим договор, продажа, дарения, как угодно, поэтому передать кому-то подвальное помещение, процедура-то простая, нужно это помещение поставить на кадастровый учет в виде помещения, понимаете, помещение, либо последняя форма машина-место, но это там, где в подвале есть заезд, машина можно встать, гараж, где он под экспонтентом. Вот там можно нарисовать эти линии, выделить местом, обозвав его машина-место, оформить его площадь, поставить на кадастровый учет, это было с прошлого года ввели. Тогда можно эту машину-место продать и так далее, и так далее. Но, чтобы продать официально и оформить правосудовательство на часть подвала, это просто, знаете, невозможно, почитать закон, невозможно, чтобы оформить на кадастровый учет часть подвала, которая является... Хорошо, хорошо, согласен. Это ерунда. Покажите мне этот договор. Хорошо, хорошо, подождите, пожалуйста. Девушка задала вопрос, попадать в суд и расторгнуть договор. Сейчас, теперь объясняю, расторгнуть договор, значит. Что будет? Два месяца, вы, если законно начитали, что вы все ознакомились с законом, статья 9-я, первичневекция закона, два месяца просрочки, вы имеете право отказаться от договора. Примеры такие есть. Правда, не по Петроинвесту, по балл строю. Когда отказались от договора, до момента приема в эксплуатацию. До момента получили разрешение, можно это сделать. Значит, был отказ. Три дела. Они обязаны, так сказать, 20 рабочих дней, вернуть деньги, те, что были вложены полностью, и вернуть проценты за пользование чужими денежными средствами, исходя из, опять, той же самой ставки, не знаю, ставки и финансировали, ключевые ставки по теперешним требованиям. И получилось так, что, ну, не знаю, может быть, даже это в какой-то степени, ну, люди, которые отказались от договора, по балл строю это было, значит, они получили деньги по строй, фирма не Петроинвест, а посолили с деньгами и так далее. Они немедленно вернули ту сумму, которая была вложена, и по процентам они поскорили. Поскольку суды имеют право проценты снизить, и они рассчитывают, что будет снижение, и по процентам поскорили. Но сумму, которая была вложена в 2013 году, в 2014 году, они всю полностью вернули. Это вот процедура такая. 20 рабочих дней они вернули, чтобы не платить неустойку сейчас вверх этого. То, что касалось процентов по суду, ну, учитывая, что суды снижают, примерно снизили в два раза снижают наши сниженные снижения и проценты снижают по этому же принципу где-то в два раза. Ну, и получилось так, что сейчас на памятник помню цифру, например, так, была студия где-то миллион двести, проценты составляли где-то около чуть-либо миллиона за период пользования. Суд взыскал где-то чуть меньше половины. Итого люди получили тот миллион двести прибыл вложен, еще где-то около миллиона получилось на процентах на пользование, плюс штрафы, полсуммы и так далее, моральные и так далее. Но эта процедура возможна до получения разрешения на ввод. Теперь вот внимание, этот вопрос задавали мне. Касая специально, Петроинвест уже подал в суд одно из заявления с просьбой обязать дольщика продлить действия договора долевого участка. К этому там до конца года. Недавно иск был рассмотрен, несколько, даже, по-моему, два-три иска таких было подано. Привели там вот эти примеры всякие разные. Ну и по одному из моих клиентов я, так сказать, предложил, давайте мы в этот суд не пойдем, посмеемся, давайте откажемся от договора. Получимся. И никто не попытался это сделать, но я для того, чтобы перед тем, как делать это, пошел в администрацию узнать. Есть такой жилищный отдел, глядя Сергеевна Скоропадского, сдавляет его, да. И я спросил у нее просто, что можно ли деньги вернуть, которые были субсидии, переданы сертификатикам и так далее, и так далее. Вот эти жилищные субсидии по программам. Не знаю, насколько она ответственна, это подошла, но меня она убедила, что деньги будут возвращаться, эти деньги, которые были вложены в виде сертификата и были оплачены, они были переведены в центроинвесторы. Вот они будут возвращаться в бюджет. Вот те, что были кредитные средства, которые были использованы, кредитные, это ваши проблемы. Вы брали кредит ипотечный. Эти деньги присоединятся на ваш счет, которые были дополнительных сертификатов и все другие. И вот получается так, что вернуть, и мне она убедила, что второй раз их будет не получить. То есть они раз вот дали, программу включили, раз они не сумели, как они считают, их грамотно вложить, пойти туда, где добросовестный застройщик, соответственно вернуть их будет второй раз не получить. То есть они теряются, они пропадают. Кредитные, то чтобы они взяли кредит, они вернутся и не пропадают. Ну плюс, конечно, проценты и так далее. Ну вот на сегодняшний день, я не знаю, вот это место по картотеке судебных приставов. Там всего три каких-то небольших виска, один из них большой, который Кингисевский, суда, да. Вы, наверное, смотрели, там легко все проверить. Вот такая ситуация касается, то что касается неустойки. Ну, например, все профессиональные организации, начиная от Резка, и АСЭР, и Балстрой, и Петроинвест, которые у всех в просрочках практически есть, и в Солнечной Сталинбассе в просрочках работает уже. Наш Кингисевский суд и областной суд поддержал такую позицию, вопреки позиции Санкт-Петербургского районных судов и городского суда. Она касается того, что вот они продлевают разрешение в Санкт-Петербургский суд, и районный, и городской суд, есть решение, на которое ссылаются вот эти организации все просрочившие. Раз разрешение продлено органам власти, комитетам и так далее, то они считают, что это есть автоматическое продление договора долевого участка. Они вот об этом не раз в суде говорили, но не получилось, суды на эту поводу не пошли, и сейчас получать такая коллизия. Городской суд Санкт-Петербурга считает, что, во-первых, вот это разрешение считает основанием для продления договора долевого участка и отказывает в исках. Областной суд и наш Кингисевский суд, в частности, считает, что никакого отношения продления разрешения на строительство административный ад, который продлевается в 5 минут. Забор поставили, стройку начали продлевать много бесконечности, никто не откажет, но это не имеет отношения к вашему договору долевого участка. Процедура продления вашего договора, она предусмотрена законом, а не обязанным. За два месяца до срока вас уведомо предложить вам добровольно, полюбовно договориться о продлении срока. Нет, пойти в суд, доказать в суде, в существенном условии, попытаться доказать и продлить договор в судебном порядке. Когда не будет никакой неустойки, вместе они поведут, убедительные доводы. Ну, пока они не смогли это сделать. Пытался обострой, пытался это место сделать, убедительных оснований в суд не увидел и никого из них не продлил. Георгий Владимирович, можно вопрос? Вот если сейчас все люди, которые здесь находятся, пойдут и будут отказываться от этих квартир, да? Ну, мы оставляем сертификатникам, нам это невыгодно, а вот обычные люди... Проблема будет та же. Решение получить элементарно. Так если у Петроинвеста денег нет, смысл подавать. Процедура отработана. Будет решение суда, взыскать деньги все, взыскать проценты за пользование, пускай полсуры. Это очень солидный суд. Мы вкладываем все, там, 13-14 год. Ну, кто-то, 15-й может покупали, да? То есть там суммы будут большие суммы. А если квартира еще трехкомната и так далее, четырехкомната, то там суммы, ну, проценты, например, миллионов по два. Это уже не больше. Это процент верка. Плюс такие деньги, что ли. То есть вопрос в том, что... Но, но! Меры, которые, судя по всему, принимает застройщик, так назовем его, да? Они, в общем-то, говорят о том, что он либо больше бы иными считали и так далее. Но деньги, деньги. Знаете, я бы не хотел сейчас публично. Есть определенные, кстати, в законе прописанные действия. И, наверное, пришло время. Я назову статтеечку. Вы сами посадите в интернете. Статья 13-я и 14-го закона. Дело в том, что по декларации, которую Трест, то есть Трест, который Трест доставил, которая действующая, она тоже на сайте есть. У него, его обязательства и ответственность за передачу вовремя предусмотрен залог. И этот залог оформлен с момента заключения первого договора долевого участия. И весь этот дом является залоги. Причем залоги у дольщиков, у вас. То есть вы залогодержатели по закону, понимаете? И об этом рекпалата прекрасно знает. Они прекрасно знают, что этот дом находится в залоге. Это в декларации указано и так далее. При регистрации. Тот, кто брал еще ипотеку на привлекение, у вас еще залог идет от этой квартиры. Уже по-другому. Повторный залог. Но сам дом, как объект движимости, на таком этапе, он является предметом залога у вас. Если бы даже один этаж был построен, то тоже залог. А вот теперь, давайте, теперь закон. Почитайте эту самую статью. Это процедура. Я скажу сразу сейчас. Кстати, нет практики, пока у нас не в суде нигде. Но есть процедура обращения, взыскания на заложенное имущество. Она законом предусмотрена. И я так думаю, что право на это имеют дольщики обратиться в суд и потребовать обратить взыскание на заложенное имущество. Что это дает? В этом же иске необходимо ставить вопрос взыскания заложенного имущества и обязать застройщика зарегистрировать право собственности его на объекты завершенного строительства. Вот когда, когда после регистрации такого права все действия его, ничего он не сможет не передать, не продать, ничего, без согласия залогодержателя. Вы сохраняете статус залогодержателей со всей вытекающей полномочия. Единственное, что, конечно, в залоге находится земельный участок, но он не в собственности, я проверял. Он находится в аренде. Право аренды, она тоже имеется для этого залога. И само здание, как объект подвижимости, не квартиры, а само строение со всеми подвальными, некоммерческими, живыми и неживыми помещениями будет находиться в залоге до разрешения на ввод. И в этом случае он не сможет, застройщики, ничего из практически сделать без вашего согласия всех, каждого, вот даже элементарно уступить, какой-нибудь объект продать и так далее, оформить и так далее, он ничего не сможет сделать. Пора, время пришло, пожалуйста. Процедура такая, она возможна в течение, то есть по истечению 6 месяцев просрочки. У кого договоры последние, недавно заключались, ты не имеешь права. У кого более 6 месяцев, у нас последний был по договорам, наверное, 15-й год, да, у кого-то? 13-й, 16-й, 16-й. Не-не-не, это про разрешение его. Договоры, дольщики, дольщики-то. А вы подписывали? Я подписывала. Молодцы. Ну, это мое. Вот, кто не подписывал, у кого, какой договор? Я не подписывал. Вот, 15-й, где два года прошло. То есть, у вас право и спокойно. Вот, у вас и у всех, у кого 6 месяцев истекло после срока указано в договоре. Какое? Какое? Право обратиться в суд и потребовать обратить взыскание на заложенное имущество. Одновременно суд... Нет, вы скажите, а что это дает? Что он не сможет это ничего. Он не сможет. Он может, но он достроит. Вы поставите запрет. Достройка – это другая процедура. Вы не позволите сейчас его просто сбежать, продать все, что можно, передать, как у меня есть Александр Гадокасов, что он сейчас какие-то квартиры кому-то отписывает. Я, как юрист, я не понимаю, что надо отписать квартиру. Понимаете? Вот как можно отписать квартиру, проданную, а не проданную? Как ее можно отписать? Без договора. Либо это два варианта всего лишь. Либо оформить такой же договор для его участия на пустые квартиры, либо на эти помещения, коммерческое назначение. Договор для его участия. Вместе с вами, та организация, либо человек прокупил, ну пускай вот этот, допустим, нижний первый этаж, вот весь этот. Он становится таким же дольщиком, как у вас. И будет ждать такой же, как у вас, будет ждать передачи, приемы в эксплуатацию и так далее. Вот и вся процедура. Либо, либо, вот оформить, когда оформится право собственности, да, продать можно что-нибудь, только собственник может продать, распорядиться имуществом. Поэтому, что-то продать, отписать. Какая-то вообще слово. Но если их квартиры уже прошли через регистрационную палату? Квартиры, квартиры, они прошли. Под номерами. Секундочку. Прошли регистрацию договора долевого участия. Понимаете? Квартиры, как объект недвижимости, на кадастром учета еще не стоят. Я поняла. Их поставят только тогда, когда вот дом, ну перед этим раньше идет. Ну это понятно. Когда его БТИ сделает меры. Но он что, может второй раз их продать? Нет. Секундочку. Передаст это в кадастровый орган. Они в каждой квартире пристроят кадастровый номер. И вот только тогда этот объект недвижимости становится объектом прав. Продать, подарить, завещать и так далее. Выбросить. Это имеете право собственности. То есть, ну сначала... Понятно. Это должна процедура пройти кадастрового учета. Ни один объект недвижимости не может продаваться без кадастрового учета. Это процедура. Мы сейчас оформляем, ну пытаемся сделать, о чем вы говорите, да? По этому закону 13-му. Не транс закону. По статье. Да, по статье. Что мы? Вот мы, получается, будем обязаны платить за аренду деньги или что? Нет, подожди. Нет, нет. Ну почему? Нет. Ничего не меняется. Суд одновременно с таким решением, обратите внимание, он обязывает застройщика, Петроинвест, оформить объект недвижимости целиком. Весь, с подвалами совсем. Свою собственность. Собственность Петроинвеста. Но вы остаетесь залог держателями. Он ничего не сможет сделать, батя. Вы бронируете. Вот сейчас, почему я просто объясняю, что сейчас в принципе, в принципе, вот кстати он в статье в этой пишет, что мне там что-то не дали продать. Был хороший этот самый покупатель на коммерческом помещении. Но мне тут вмешали. Не дали, а убежали. И помешали, да, мне продализовать контракт, так сказать. Понятно. Вот получается. Вот это ерунда. Вот такого уже будет невозможно. Представляете, каждого дольщика. Просто находится, весь дом находится в залоге. Вот для чего на этого сделать. Чтобы мы могли. В конце концов. За счет. Дальше приставы. Вот сейчас приставы. Будет зарегистрировано право собственности на дехнедвижимости. На незавершенное строительство. В таком виде, каком он есть. После этого приставы спокойно могут, в рамках вот даже кем-то выходку, кто не обращался, арестовать это имущество. По вашим искам. Продать некоммерческие, пустующие квартиры. Которые не переданы и так далее. И достроить дом. Сейчас, Надежда Докторского. По крайней мере. Кто будет доставить? Приставы? Да почему приставы? Лишь бы появились деньги, понимаете. А так-то какая перспектива. Ждать? Ну ждите. Реально. Может год, два, три. Квартира осталась? Да ну. А это... А как вы знаете, что осталось? Помещение, квартир? Ну вот это надо разбираться. Оставшие. Ну вывеска, если продается. Продается и там. Ну Горьев сам пишет, в газете статьи пишет. Ну сейчас он скажет, что уже нет. Может нет. Возвращать. А как он продал? Куда он делал? Я говорю, как вы знаете. Если он кому-то сейчас и передал, надо смотреть, значит он незаконно сказать все продал. Если кому-то продал, деньги взял и так далее. Надо разбираться. Для этого нужно истребовать документы, естественно. Договоры долевого участия. Все они, все пустующие и так далее. То есть, конечно, процедура. То есть, серьезная процедура. Но! Это позволит вам сохранить дом, пока я на этом как-то. Потому что, насколько я понял, администрация наша от этого дела все проблемы... Вас послали. Просто все. Поэтому сейчас в суд надо обращаться. Все же я советую. Почему? Простая вещь. У него, в общем-то, банкротство, в любом случае, наличие исполнительного листа, это уже вещь, которая позволяет, в общем, даже в рамках исполнительного производства, даже в рамках банкротства, если они будут объявить банкротами себя, пока им получается нет, нечего. То у вас право в реестре кредиторов, по крайней мере, быть включены без судов. Потом придется, если он будет находиться в банкротстве, по арбитражным судам побегаем еще, потому что добровольно не будет включать, он любым поводом будет отказываться, чтобы в реестр кредиторов включить. Наверняка у него долги есть и организация, и организация перед тем самым, можно кем-то, наверняка долгов есть. Вот, перед суд подрядчиками и так далее. Может кто-нибудь будет обанкротить, либо он сам подняет о банкротстве. И поводится, кстати, вчера посмотрел отчет его за 2016 год. У него написано, дебюторская задолженность 189 миллионов. Это как? Он говорит, что на достройку нужно 45, дебюторы ему должны стоить, там что-то по 200. То есть требуй, кому-то, кто тебе должен, долги-то собери и дострой дом. То есть кому-то бы хоть отдал или в долг, или кому-то бы отдал. Кого-то поплатил незаконно, я бы сказал. Я не знаю, куда он. Дебюторка по 190 миллионов, кстати, ее приставы тоже могут арестовать. Деньги могут появиться. Но это, опять же, в рамках исполнительного производства. У приставов есть право наложить арест на дебюторскую задолженность этого лица и его должника. Процедура тоже, она, в общем-то, в принципе, тоже отработана. И потом взыскивать. Конечно, это все не сегодня, не завтра и так далее. Но другого варианта. Вот на сегодняшний день. При такой позиции застройщика, я не знаю, когда дом не станет. Вот сейчас он там продлевает до конца года вроде бы пытается. Разрешение ему уже, по-моему, до какого времени? До ноября. До ноября, да? До ноября. До ноября. До ноября. До ноября. До ноября. До ноября. Они так и будут продлевать до бесконечности экономика? Конечно, да. Я говорю, что это продление идет, начиная результат. Он пишет заявление. Не знаю, последнее, пока на сайте висит до... До сентября. До сентября. Да, до сентября, да. Скажите, пожалуйста, а есть ли смысл нам, дольщикам, сгруппироваться в ЖСК, чтобы то имущество, которое там есть непроданное, перевести каким-то образом на нас подать. От ЖСК. От ЖСК. Построенный дом. Ну, там есть определенное, ну, комитет, комитет дольщиков, юридическое лицо, конкретное, чтобы мы не разрозненной группой действовали, а юридическое лицо у нас было. Не, ну, естественно, вы можете создать какую-то общественную организацию, кто вам мешает обманывать дольщиков, и так далее. Ради бога, не в этом дело. Дело в том, что на сегодняшний день, да, официально, официально вы не можете, допустим, создать ТСЖ. Ну, мы не можем ТСЖ создать, потому что не настроен дом. Понятно. Потому что он сейчас, получается, управляющей организацией и функцией ТСЖ и всех остальных выполняет застройщик. Он хозяин, он обеспечивает жилье, у него договор на энергопотребление, на все, на отопление, если есть, я не знаю. Ну, то, что он сейчас все фунты, кому он будет передаваться? Ну, вот еще такой вопрос. Вот в октябре включать отопление. Кто будет за это платить? Если за этот объект, за Петроинвестом, значит, по сути и они должны платить, они ж не могут отказаться? Он сейчас, он сейчас, он сейчас, он строительный объект. Ни сданный, ни принятый. Если, когда будет право собственности оформлено, Петроинвест на право собственности будет оформлено, на незавершенку, он обязан будет его содержать. Обязан будет его содержать по закону. В конце концов, ну, в данном случае даже и вмешаться органы власти, выклить его после и все, но, но, объект сохранится, и он пинается другой, более серьезной организацией. И та достраивает и все. То есть, если мы в суд подойдем, мы подойдем? Нет, он изымается, понимаете, как, когда? Он изымается, изымут приступ. Нужно подавать всем уже коллективно. Или в администрацию всем коллективно. Нужно найти, нас никто не пустит всех. Он не будет его содержать. Он будет вызывать их. Достроивать он не будет. Скажите, если мы эти иски подадим, мы можем выбрать? Просто есть фирма, которая готова выкупить все коммерческие помещения и достроить наш дом. Хорев им отказывает. Они готовы выделить деньги и достроить дом. Хорев не дает согласия. Он отказывает. Потому что у него разрешение до 300. Вот. А если мы сделаем вот эти иски, то, что он без нас ничего не сможет сделать, мы сможем продать это фирме или нет? То, что он препятствует сейчас продаже, или что? Кто-то хочет купить? Да. Фирма готова купить за 60 миллионов вот эти все помещения и достроить дом. Коммерческие имеются. Коммерческие имеются. Да, конечно, первый этаж, да? Коммерческие имеются. Да, конечно. Да, даже продавать не надо. Значит, он для себя их держит, что он может. Он достроен. А вы не можете повлиять на то, чтобы заставить его отдать им эти помещения? Я очень сомневаюсь. Так, а если мы оборвем, все-таки, если есть правительство? Что-то, что-то. Так, если мы права, да? Нет. Вы, как залогодержатели, он ничего не сможет сделать. Продать правительство. Но он-то не является, он залогодатель, понимаете? Он залогодатель, мы залогодержатели по закону. Поэтому все его действия в фирме, он сам не кажется. Но выстрел из вас, он тоже не сможет ничего сделать. Если вы... Но я, кого он сейчас каким-то не знаю, я насколько это верно, он потихонечку избавляется. Вариантов-то два, я скажу еще. Либо заключить договор на любое участие с кем-то, на любые помещения. И второй вариант. Заключить с кем-то инвестиционный договор на равных, то есть на финансирование. Кто-то профинансирует, получит свою долю. Вот еще вариант ему сейчас продать и так далее помещение. Так это для него вариант. Мы не можем никак для него... Вариант для него. Вариант для него. Я и говорю, что приеду. У вас-то надо хотя бы сохранить дом, прикрыть и лавочку эту, чтобы он не мог... Ведь он меры принимает, понимаете? Считали пустые. А если при условии, что мы станем залогодержателями... Вы уже залогодержатели. Вот. И при нашего согласия он не сможет продать коммерческую недвижимость, то придется ему пойти на наши условия по продаже коммерческой недвижимости? В принципе, да. В принципе, да. Но он не сможет реализовать, понимаете? Но он не сможет в своих рамках реализовать. Ну вот смотрите, на сегодняшний день, смотрите, вы имеете в виду, вот этот дом... Вот скажите, пожалуйста, так вы думаете, насчет чего, каких средств построен первый этаж? У меня большое... У меня большое... У меня большое... По зрению, что за 14 лет и построили. Естественно, кто будет тут сомневался. А? Нет. Ну неужели кто-то вот он сам, сам вложил... Да нет, конечно. Первый этаж, это какая-то восьмая, десятая доля, на первый этаж. Он профинансировал сам Петроинвестер. Я что-то сомневаюсь. Скорее всего, строил вот это коммерческое помещение за ваши же вот эти, ваши долевые части. Пока он не построил 20% дома, он не мог вообще не оформить ни одного договора? Нет. Ну нет такого. Это старые требования какие-то. Какие старые? Он в 18-м году начинал. Не ипотеку не оформляли. Пока 20% не было построено, не было исключения. 20% построено. Это то и по ипотеке. А люди так несли за наличие. Несли ведь как глава, например. Власть не давали, какие-то препятствия сделали. Ну, если так, значит так. Боялись выкладывать, чтобы субсидии, суббетции не пропали. Наверное, так. Может быть, вы и правы. Я просто информацию не владею. Представьте, что теперь делать? Конкретно. Что делать? Ну, я не знаю. Я вам сказал, ситуация по судам, по неустойкам и так далее. Пока суды никак не повлияли на невозможность достройки. Денег не было. Так он и так и дальше будет. Поэтому вопрос... Проблема только достройки. Нужно средства для достройки. Понимаете? То, что вам предложили скинуться и доплатить, я лично... Ну, не, ну как же, информация... Смирнов. Смирнов. Смирнов предлагал. Александру. Он предлагал Александру. Где Александру? Ну, он пришел, он вызвал и сказал Вогин. Якобы... Якобы было предложение, что вы сами скинитесь и достройки спокойно. Ну, ничего. А еще отдайте. Федроинвестовую, и он еще отдайте. И достроен со своими домами. Я не знаю юридично. Может ЖСК отнять собственность, которая там осталась до застройщика? Ну, вы общественная организация. Ну, как вы сможете отнять? Ну, как вы сможете отнять? Сначала надо оформить свои права. У вас... У вас деньги. Надо взыскать сначала что-то. Потом обратим взыскание. Как юридическое лицо? Сможем с него взыскать недвижимость? Не думаю. Не думаю. Если мы как дольше... Не думаю. Вы сейчас прави, в принципе, вдернуть свои вложения. Вот вы вложились... Но это ничего нам не даст. Это ничего не дает. Вы теряете квартиру и все, и так далее. Дом-то останется такой великон здесь. Пока его не достроят. Получается, нам надо обращаться в суд на то, чтобы оформить права собственности? Да, да. Я думаю, что это единственный сейчас... Такой путь хотя бы поставить забор. Хотя бы сохранить. Постажность достроить его, на мой взгляд, есть. За счет продажи тех квартир, которые не проданы. За счет первого этажа. Но должен каждый оформить право на свою квартиру через... Нет, нет, нет. Пока нет. Пока нет. Нет, нет. Такие нюансы. Квартиры... На квартиры незавершенку не оформить. Незавершенку можно оформить на весь дом. Понимаете? Разница. А как это быстро указывается? На долю в долю? Процедура, судебная процедура. Практики нет. Закон есть, практики нет. Надо все это прорабатывать еще и... Ну, мне кажется, по крайней мере поставить забор. Потому что по улице Морклеса что? Вот тянуться будет что? Месяц, два, три. Как в газете написано было. Пройдет время. После этого тепло, тепла не будет. Начнется все эти процессы, сами знаете какие. Разрушения. И все. Найти Хорева будет очень крайне сложным. Судя по всему. Чтобы его привлечь к ответственности и так далее. Ну, этого самого Поклонского смогли. Ну и чем он? Он миллиарды долларов. Не Поклонского, не Поклонского, а Полонского. Ну что, миллиарды долларов, чем отделался? С гордой. Ну и вышли. Хорошо, нам все нужно для... Денпольячи. 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 Тут поднялись, дядя. Тут поднялись. Гор День Победы. Пойдемте под крыши. Доказать нам что? Субею, не субею. Сейчас я хочу обману. Допустим, мы попадем к какому решению. Мне кажется, надо поставить забор сейчас, иначе уйдет все. Это все понятно, но нам, получается, адвокат-представитель. Вот мы, допустим, берем и обращаемся к вам. Что для этого надо? Сколько это будет стоить? Какие документы? Ну, не знаю, надо процедуру прорабатывать. Я еще говорю, что практики нет. Я вот прямо сейчас... Нет, ну не прямо сейчас, а вообще... Почему не готов? Надо посмотреть... В плане юридического это вопрос интересный, практики нет. Я люблю заниматься тем, что еще. Сколько вам нужно времени, чтобы вы это обдумали? До конца? Не знаю, недельку надо. Чтобы процедуру всю проработать. Хорошо, через неделю тогда Катерина... Давайте, надо посмотреть до конца все это взвесить, чтобы не проникнуть. Можно вопрос, а с кого мы будем деньги брать? Какие деньги брать? Мы хотим... Чего мы хотим? Мы хотим... Оформить дом... ...собственность и транзит, чтобы мы были заемщими. Они получили заставить час. Как это у нас тоже? Руками и ногами? Давайте. Руками и ногами. То есть палатку поставить и кричать. Майдан устроить. Да, мы попробуем, Саша. Ты взрослый человек. На кого это сейчас действует? Боже мой. На кого это сейчас подействует? Это же было у Смирнова. Это же было бы в власти. Ну, съездите Дрозденко, расскажите ему эту историю. Куда он вас пошлет? Нет такого захода, который мы, допустим, не понимаем. Правительство не содержит средства бюджетные достроения. Почему нет? Есть такой заход. Есть, да? Ну, извините. Я простая вещь. Сколько там ходят достроить? Конечно. 47 миллионов. 47 миллионов. Понимаете? Вот с этого года, вы знаете, что Высшая Лига, команда Тосна, областная. Сколько денег Дрозденко вложил в эту команду? Это амбиция, это имидж, да? Получается. Да-да, былте на этот дом достроен. Это понятно. А официально есть такой вот закон, который, допустим, ну, даже нам возможность подать на субсидию государственную, чтобы нам достроили дом? Нет такого? Вряд. А если мы попадем в реестр обманных дольщиков? Нам дадут другую организацию. Вот надо, надо, чтобы... Вот одна из процедур, я говорю, что одна из процедур, то, что я предложил, пока. Хорошо, объявите у себя банкротом. Застроен еще в семье? Ну, вы дом сохраните, понимаете? Вы дом сохраните, хорошо. Придет управляющий, да, если банкротство. А не управляющий. Ну, он же сможет, понимаете? Вот, смотрите, вот, хорошо. Вступает, вступает завтра конкурс управляющий. У меня арбитрант не управляющий. Толго, и там, смотрите, и там. Хорошо, все. Есть и дает до конкурса. Все, не оздоровили, ничего. Что получается? Есть объект. Имеет свою цену. И стоит на учете. Дальше что? Ветерализация. Вот тому ген-поднянчику, который готовый. Который готовый. И все. Но достраивать тогда будет другой. За какие средства? Надо взыскивать. Надо продавать. Отменять договоры, которые незаконно ушли. Как там Саша сказал? Подписаны кому-то. То есть, возвращать имущество к Петроинвесту. Это вопрос, да. Слова, слова. Поэтому я говорю, это слова все. Но есть и на самом деле. Кому-то законно продать Петроинвест ничего не мог. Два варианта. Договор инвестиционный. Договор дали ему участие. Переуступить. А? Просто переуступить. Ну как переуступить? А за выполнение работ якобы на стройке? Ну, давайте. Представим. Оплата договора. Есть договор подряда. Кто-то взялся сделать электрику. Да. Он обещал ему миллион. Да. В счет оплаты оплаты он дает ему квартиру. Да. Вот. Теперь давайте так. Как можно рассчитаться имущество, которое ты не владеешь? Как можно оплатить тем, что не является его собственностью? А как же у нас вот по переуступке куплено у опоры? Якобы они выполняли там работу. Мы же покупали по переуступке. Секундочку. Ну, они оплатили. Да. Вы купили уже. Вот уступка права. Это что с проблемой? Так вот то же самое получается. Они передают якобы за выполнение работы. А эти организации продают людям самым приходят деньги. Опора была дольщикам. Понимаете. Они дали права такие, как у вас. Они заключали любое участие. Ну поэтому отказались. Уступили права по договорному участию. Так вот. Вы же получили первичное договорное участие. Так вот. Нас спрашивают. Петр Инвес сможет передать другое какой-нибудь строительной организации. Там А, Б, Ц. И продать там жилью. А потом это А, Б, Ц. В качестве дольщика? В качестве дольщика. В качестве дольщика? Конечно можно. Таким образом он и выводит средства. Мы при этом будем. На сегодняшний день. Конечно он может заключить договорное участие. Да это сегодня. А если мы оформляем вот это вот. А вот если вы оформите и поставите забор, он ничего не сможет с вами сделать. Не одна квартира без нашего согласия не продать. Конечно. Конечно. Ну это будет на самом деле. Его не пропустят никуда. Ему будут не сдать ничего. Без вашего участия не сможем участие. А сколько нас должно быть? Ну в принципе для суда достаточно одного участника. Да. Проблема здесь в чем. Понимаете получается. Вот один дольщик обращается в суд. Вот эту тему надо прорабатывать. Я не представляю как это сделать пока вот технически. Простая вещь да. Это как собрание ТСЖ. Никогда не собрать всех. Представляете ситуация такая. Потому что по закону дом находится в залоге у всех вас. У всех. Вот обращается кто-то один в суд. Получается. При этом он обращается на заложенное имущество. Нарушаются права. Затрагиваются права всех остальных. Естественно. То есть он пытается обратить внимание на имущество. Которое находится у вас в залоге в том числе. Получается. Надо всех тащить в суд. Третьими лицами. То есть лицо которое права там затрагивается в случае решения. И получается. Вот какой суд собрать всех дольщиков в таком большом доме. Вот эту процедуру. Я пока вот не думаю. Не думаю. Я понимаю. Вот как технически сделать так. Чтобы в суде. Третьи лица. Либо. Собирать всех дольщиков. Без моего участия. Без моего участия. Но. Но в иске. В иске указывать. Вот. Иванова. Истец. Петроинвест ответчик. И дальше. Третьи лица. Возникает вопрос. И все. Возникает вопрос. Если есть хотя бы одна квартира в доме. Которая принадлежит Хореву. Соответственно. Эту процедуру мы не можем сделать. Потому что он может подать. Что без его участия. Если он. Лично ему присоединяет. Да. Ну и все. Получается что тогда. Почему. Ну почему. Почему. Пускай идет суд. Доказывает. Это не препятствие. Признание. Участие. Не участие в суде. Это не является препятствием для рассмотрения дела. Решение будет принято. Ну процедура юридическая. Обязывает суд. Всех лиц. Которых затрагивается. Решение затрагивает. Оно затрагивать будет. В суд пригласить. И копию иска подать. Получаем. Ну вариант один. Пока вот просматривается. Генеральный директор есть. Просто элементарно. Все дольщики должны написать заявление в суд. Без моего участия. Сыском. Сыском согласны. Мы что. Пускай пишут. Я буду в суде. Будут доказывать что это закон. Вон на него внимание обратит. Пока вот. Мне кажется. По крайней мере. По крайней мере. По крайней мере. По появится объект. По появится ОЖД. В таком стадии. Иначе он просто из нее. Ну в общем. Георгий Владимирович, спасибо вам большое. Это единственный, на самом деле, из тех собраний реальный вариант. И мы вас очень просим подумайте, и мы подумаем. Ну, кстати, я полазил по вашему коробу, там кто-то предлагал, этот вариант, видно, в законе читал, там немножко намеки были на именно эту процедуру. Признание незавершённое. Да, 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 Марина. Да, кто-то писал там, да. То есть это на самом деле рабочий вариант, на самом деле. Но я говорю, что практики нет. Где-то в Тюмени недавно признали за одной женщиной, вот именно женщина оформила на свою роль в Тюмени, ну в интернете. Там есть практика, а у нас пока нет. Не, ну я просто, вот просто про авантюра, я вернусь к тому, что он начал. Вот по всем домам этим, вчера специально посчитал, надо было лезть в Кингисепп, да, а власти давать разрешение, две с половиной тысячи квартир. Вы можете прикинуть? Влезло в Кингисепп. Вот какой расчёт был? Я юрист, не экономист, да. Ну, по-моему, это посетили за идиотизм. Лезть в Кингисепп, такой город, компактный, маленький, да, две с половиной тысячи квартир сюда втюхать и иметь план, иметь план продать их все. Ну, откуда у людей столько денег, столько жителей? Потому что у нас не было никакого рода. Такой порт, там нет уже строительства, там уже плотционники один на весь цех. Квартиры-то везде проданы. Что самое интересное, у нас долго был застой в городе, у нас все живут с родителями, на съёмках квартирах. Поэтому потребность... Ну, так что вы говорите, вы же дорожники себе построили дома, строители, спортсменники построили себя в услуге построили. Так, неважно, в нашем доме проданы что квартиры, или в нашем-то все практически проданы, да, и никто не мальчик. В общем, все проданы? А я сомневаюсь. Да? Да. Это на словах все проданы, мне кажется. Ну, во всяком случае, у Петро Инвеста не осталось квартир, да? Точно. Да, у него нету. Да, у них все продано. Ну, это по их словам. Не, не, вы давайте, давайте. Вот вы, опять же, формировка у Петро Инвеста не осталось. Лично у Петро Инвеста, за ЗАО Петро Инвест не осталось. У него не может быть никаких квартир, вообще. Ну, он же нам как-то продавал, правильно? Оформляли мы, мы же... Да не продавал он, он заключал договор долевого участия, чтобы строить, ну, разные вещи. Продавали, можно свое продать, а оно не его, оно не его. Ну, ему нечего больше передавать, давайте, значит, вот так вот. Вот не знаю, а можете есть, а можете есть. Ну, мы и проверяли. Ну, где проверялись, скажите хотя бы. В предплате заказывали. Что, все квартиры, все прошли... Все квартиры, на каждом долевого участия есть, на всех. Допустим... Я не знаю. Ну, вот, допустим... А на коммерческие? А на коммерческие есть у него коммерческие занятия... Ну, как бы, еще не переданы. Естественно, они не могут, дом не сдан. Но договоры есть тоже? Договоры есть. Какие? До левого участия? До левого участия. Либо инвестиционные. Какие? На коммерцию? Да. До левого участия? Да, до левого. Ну, если все продано, значит, хорошо. Ну, вот, понимаете... Где деньги, Зин? Вот где деньги? Все продано. Я лично написала жалобу в Артстроительный отзор, мне интересно, ничего, я только передала вчера. Вчера отданный мной запрос о корректном использовании наших срез, дольщиков, куда истратил он наши деньги. Вот то, что информация была, где-то я читал, что там проверяли меня, прокуратура, проверяли и вывод ни копейки я не присвоил, все в закон, все вложил. На самом деле проверка была, вы не в курсе, да? Мы не в курсе. Получается, коллективные жалобы, заявления в принципе нужно подать. Да уже все подано. Ну подано, ну еще. Нет, ну я наступал подано, жалоб много. Жалобы уже много. Вы знаете, что, ну единственное, мое личное мнение, вот не верю я в эти жалобы. Единственная жалоба, которая могла бы помочь, это вот жалоба по прямой линии Путина, если до него засучаться. Больше никто делать не будет. Ну понимаете, есть ли чиновники, ну... Я просто вижу, что в остальное не верю. Единственное, кто может гарпнуть, сказать, а что за это самое, что за хамство, и быстренько дадут деньги. Вот единственный вариант, ведь проблема-то, помните, завод недавно был, рабочим отказали выплатить зарплату. Ну, единственный звонок и все. Нашли, люди сидят уже, нашли, деньги свои принесли, быстренько сняли, принесли, отдали. Единственный вариант, вот сделать это наш, где что-либо, где разделька, не хотят. Как туда, как туда дозвониться? Да, 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 да. На сайт отправляют, они отправляют в Ленобласть. Да, это они все знают. Вспихивают, разбирайте сами по области. Не, ну ради бога, не, ну как вариант, да, истинные. Было бы это уникальный случай, да, вот Кембисея, да, прославились, да. Знаете, столько людей обвалывают, миллионы, понимаете, миллионы. Куда? Сюда, да. А почему нет? Почему нет? А то, что... Я просто случай не уникальный, понимаете. А то, что здесь никто не присутствует. Так они не придут. А вот здесь, кстати, денежки-то, что эти денежки-то бюджетные. Да, вот, да. Вот здесь-то власть должна им мешать. Их надо хоревать, а не вот так уговаривать. Когда-то щирит, он поплакал, союз говорит, спасибо, дорогой, сделал. А чтобы с ним стружку сняли бы? Ну, получается, будет эффективно, например, написать губернатору о том, что мы реализовали... Ну, конечно, нет, ну, как вариант, ради бога, тоже мешает. Но не лишнее. Надежды юношей питают, может быть, поможет, я не знаю. Лично я, у меня большие сомнения, что чиновники что-то сделали. Вот лично мое мнение. Пока их пинком не погонят делать что-то. Ну, вот, я не знаю, мое мнение, не гарантирую. Можем помочь, и письма помогут, может, может, поможет. Кстати, наш прокурор, ну и что сделал наш прокурор? Обязан был вмешаться. Власть, муниципальная власть, которая давала разрешение на строительство и отвечает за это строительство, давала разрешение. И проверяли его возможности, и проверяли его долги на момент подачи декларации. Его состояние были обязаны проверить, наличие у него денег на строительство и так далее. Его базу материальную имеет, все проверяли. После этого дали разрешение на строительство. Получается, пришел, ох ты, дорогой, ребят, дорогие бога, на, получи, вот оно есть. Кто? Волобой подписал, да? Конечно. Волобой уже давно нет. Я понимаю, вот, на, пожалуйста, стой, а дальше чиновники уже питерские. Раз, раз, продлевают, то, то, то. Потому что переднали, все наши... Я понимаю, ну, процедура нормальная. Ну, они тоже подписаны, все. Да что это все? Я думаю, еще, знаете, что у нас же, когда, выборы скоро? Да. О, повод. Где у нас кандидаты, где он есть? По нашему, по нашему, вместо Нарышкин, так кто у нас? Я к нему. О, вот его сюда надо срочно. А, вот, на следующую собрану. Ну, что ли? В сентябре выкидываете? Ну, еще месяц. За выходец? Не, ну, а наши мы не проголосуем дружно. А нам уже надо срочно? Уже? Не, ну, выборы будут, не надо. В начале лета еще голосовались. Это было рейтинг, это ерунда, что ли? Сейчас, в сентябре, будут выборы. То есть, рейтинг, праймер, как правило? Не, ну, по крайней мере, написать им точно надо. Он кандидат, может пошевелиться. Именно, и все это, все это, все это. Ну, конечно, ну, вписано. Виде кандидату прямо, да. Ну, а почему нет? Он может свои деньги достать и достроить, чтобы быть избранным. Но почему нет? Давайте сделаем так. Ну, мы его не уведомли, но хотели бы, гулять в нашу округу, чтобы нам-то не паспортно было, чтобы на всю Россию... Значит так, у меня обосновление такое. Коль от нас открестились, и мы не знаем теперь, что делать. Ветроинвест с нами уже давно, ни временный, ни заместитель, там еще зам есть, Сергей Дмитриевич, который на работу ходит. Никто, все предупреждены, что они прибыли. Получается, что мы брошены. Значит, давайте тогда конкретно выйдем, и пускай власти нам дают ответ. Тем более по закону, когда вот такая ситуация, нам должны власти дать ответ. Поэтому официальный пикет законный и спросим. И не мне одному, только вот тому, и смотрите они. Я думаю, всем не совру. Давайте, сейчас, я не знаю, как получится. Так, 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 кто у нас, посмотрите. Она, по-моему, не сяри детей на руках. Может, у кого-то опыт есть, и кто-то немножко свободен, хоть в чем-то перекроет, потому что все мы не успеваем. Вот Сергея его перепечатали, устно пригласили, а бумагу вручить под роспись, ну, просто не успели технически. Ну, то есть, он приглашен был, это наш... Вот сейчас сюда? Да, да. Ну, и пока нет. Поэтому, у кого есть науки, пожалуйста, с Екатериной и Машей свяжитесь. Может быть, какая-то почта, не факт, может, и не потребует, сами они справятся. Ну, просто вдруг что-то перекрыть, что-то отнести, какую-то бумажку, а? Я хочу, что-то, взять. Один, один, девушка. Нормально, администрация... Я еще раз повторю, зимы этот дом не перенесет по трем параметрам. Льется вода с крыш, по кирпичику, вот эти все вентиляционные можно разобрать. По ним она идет в квартиры и прочее. Вода, мороз, вода, мороз. Эту зиму пережила, каждый кирпичик в 60% можно вынуть. Вот то, что вентиляционные. Это не страшно, это поправимо. Это три недели каменщиком работать, это самое, переложить просто кладку и усилить. Главное, это теплосети. Второй момент, теплосети. Уникальная система вот с этими загибами. Для чего она делалась? Когда пополам шла, и место вертикальное, как обычные у нас стояки простые в ремонте. Здесь надо долбать все полы придется. Потому что она не сливаема, не продуваема. Третья секция, там вообще воды не было. Откуда эти испарения по трубам дошли? И когда дали отопление, оказывается, прихвачены были через одну квартиру. И ломались полы. Или перекрывались квартиры. Так, ну что вы тут не хотите? Третье. Люки, обращаю внимание, боковое льет. Последний люк, выхода воды нет. Она льется вот таким вот, при сильном дожде и прочем, сливается. Заморозок, вот эти две боковые стены, они просто уйдут. Представляете, вот эти висящие? Надо срочно зажимать мосты, иначе вода. Потому что столько нет, и скидается вода. Кто будет консервировать это все? Кто будет, вот, непонятно. Или нам сейчас скинутся кого-то главного. Ну у нас вроде Хорев есть, который, не Хорев, а Петроинвест. И генподрядчик, где они? Их нету уже на объекте. Сколько? Все вывезли оттуда, все оборудование и все. Сидит Александр Павлович, который сам не понимает, что делать. Да просто-напросто надо... Нет, раз они вывезли, значит все. Это скорее всего... Ну может опять вы... Куда мы возвращаемся? Писали уже. Куда? Оно назад. Она возвращается в Амиранг, отсюда. Когда дом развалится, да, до него это дойдет. Когда... Ну там, конечно, мы сейчас вот будем утянуть. Дядя, один до этого. Надо срочно оброжать. Да, надо писать и писать бесконечно. Конечно. Не просто так, один раз. Давайте-ка мы сделаем, не я один, не члены группы, которые придут, а вот мы решаем с коленком и то-то-то-то, потом, да пошли вы нафиг это самое. Пускай нам власти дадут ответ. Для этого я предлагаю законный пикет. Закон, да. Мы про что говорим, Александр, нам надо уже давно собираться, и пусть они, да, если они не выйдут никто к нам, пусть другие, значит, из газеты, все видят, что наши власти... А где Дима, этот корреспондент? Ну, поел, поел. Дождик смыл. Освещает. Ну, в общем, так, кто против пикета? Нету, 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 нету. Вы требуете его? Нет, нету, нету. Пускай вам ответ дает, потому что я эти сказки и лапшу уже устал. Нет, они ничего не верят, все, надо всем идти, пробовать. Почему вы посылались-то, у нас же другие варианты были. Реально, вы еще три человека до прошлого, по-моему, в эти... Александр, они в статье написали, в статье написали. От администрации муниципального образования. Там написано, что люди, в скобочках, все выбирали свой вариант добровольно. Все документы добровольно, все подписывали. То есть мы никого не предупреждали. Мы добровольно. Примусь невязывая. Нам активно агитировали этот дом. Вот с чем вопрос. Они нигде документально не подтверждали, поэтому сейчас их за это ничего не предъявили. Мы писали в газетах конкретную рекламу. Мы приходили получать сертификат и нам говорили, как фамилия, которая сидит там, я все забываю. Вот это, который выдают эти... Да, да, да. Понял, понял, о ком речь идет. Анида, что вы так расстраиваетесь? Мы потеряли квартиру, пока ждали этот сертификат. Они нам его три месяца оттягивали. Мы забронировали квартиру. А главой администрации кто выбирает вообще? Здесь замечательный дом. Идите покупайте. Да. Он курируется мэрией. Мы позвонили для бюджетников, сертификатников. Специально Петроинвест оставил 20 квартир. Идите, вы еще успеете купить. Это их слова. Да, на бумаге мне не подписывало, меня не заставляли. Но мне было сказано так, и не мне одной. Я говорила об этом. Тем более, которые люди... В агенте сертификатов так и не нашлось, да, людей из... Они есть, но они в отъездах. Многие не владеют информацией, они связывались. Им просто сейчас очень далеко не до этого. Ну, то есть они не могут приехать, да? Есть, то есть, с военными сертификатами. А пока спрашивают список дочек в итоге есть или нет? Вот у Маши. Вот им для... Если... Дело в том, что мы направляем письма, но... Задействованные две девушки, которые днем и ночью составляют письма. Они не то, что не справляются. Двое детей вот так. Одного в коляску везет, а другого, это самое, на руках держит. Вот у нас накладка с Сергеевым вышла. Это самое. Это руководитель депутатского нашего корпуса. То есть мы забрали обратно письмо, которое он уже ознакомился. Перепечатали ли его, а донести по техническим причинам не смогли. Ну, то есть вот такие моменты бывают. Если что, на помощь вдруг у нас что-то вдруг будет не хватать. Обратись, пожалуйста, к девушкам. Вот Маша... Вон она. Только что здесь была. Дайте свой номер телефона, чтобы не печатать или что-то. Потому что объем большой. Какие перед властями на основании всего услышанного будем вопросы задавать? Цель пикета вообще. Они нам уже дали понять, мы вам поможем то-то-то. Потом чпок, корик у них молодец, а мы такие вот сами виноваты. А, кто-нибудь из них получил? Я потом вам, чуть позднее, вернее, когда мы посмотрим на скамье подсудимых, вот в глаза этим тварям, вы потом узнаете, что это за квартиры сейчас выставляются. И кто их выставляет? Наверное, тот, кто лифты нам обещал, что они едут, проплаченные. И так же с окнами, правда, и так же с окнами. Он обещался сам решить, какие вопросы задать? Я не знаю, может быть, пончики жарят. Александр, у нас же на прошлой неделе уже был определенный список, который мы сегодня должны были... Никто не принять. Вы видите, что мы брошены. Власти нас бросили. Надо притекнуть. Коммунистации, да, да. Я не знаю, в лучшем случае это глупость. И надо им помочь. В лучшем я просто им не доверяю, если они не уважают Хорева. И здесь никого нету. Поэтому... Есть информация, что есть люди, которые готовы купить помещение, засущаясь в дом. Сами. Нет, они сказали... Или как? Нет, они сказали... Пусть они придут и объяснят все. Подождите, мне объясняют. Ну я только вижу одно, что они делают вишню, и ничего не понимаешь. То, что Аген, Патриатчик, Заказчик... Давайте сделаем пикет, чтобы там кто-то вышел и объяснил. И мы там поймем, доверять им нет. Он сказал, что он уже сделал. Потому что все выдавали они. Давайте в понедельник. Это все в сентябре вам будет сказано. Подождите, мы поставим... А, 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 а... А, 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 а... И что мы его обанкротили как-то, я не знаю, как он приехал. Ну, то есть если бы, я думаю, администрация не дурак. Либо им дали команду не накалять, либо еще что-то. Я могу ошибаться, сразу скажу. Но здесь возникает вопрос, доверять им или не доверять. Я сегодня был в коттеджном поселке. Да, 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 уже никакого доверия. Почему они поддержали Хорева? И у нас 214-й не действует закон федеральный. Значит, ну, тогда... Почему он не действует? Получается так, что не действует. Чтоб все ему поддак выгнули и не закрыли рот. Что ты нам несешь, Хорев? Вдруг что-то перекрыть? Я попробую своими силами, но всем благодарен, кто ответил. Депутаты, пойдите, вот сюда. На первом канале какая-то новость. Вчера, вчера показывали. О том, что, применяя мошеннические схемы, компании обманывают, не достраивают. И ничего с этим покончить нельзя. Депутаты нифига не делают. Чему сегодня пример. Вчера буквально видел на первом канале, что показывают там... А как вы думаете, случайно ли это? Все-таки я думаю, что это касается не только нашего дома, но и всей России. Спасибо. 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 Спасибо.